Момент непрерывности Момент дискретности Который представляет Снятое отталкивание Когда мы присматриваемся Ближе к этим моментам Выясняется что непрерывность Находится в единстве С дискретностью Потому что Непрерывность это же непрерывность Одних А тем самым это Момент дискретности на лицо Ну а дискретные одних Которые равны И это многое тоже уже Превратилось в одно То значит непрерывность Тоже находится в единстве Дискретность находится в единстве Непрерывности И тем самым у нас Количество предстает уже В другом виде Где непрерывность Которая является единством Обоих моментов Предстает как непрерывная величина И точно так же дискретность Которая является единством себя И непрерывности Предстает как дискретная величина Дискретная величина представляет собой множество одних, но в том виде, в каком это множество выступает в количестве, и это множество непрерывно. Как непрерывно это реализуется? Она проявляется в том, что это одни имеют равную одной и той же единице, то есть они равны как одни одной и той же единице. Вот тем самым Гегель подчеркивает специфический вид равенства одних дискретных величин, это одни одной и той же единицы. И вот само слово «едница» в этимологии очень удачно подчеркивает равенство одних, а с другой стороны, позволяет нам уже говорить об одних как количественных одних, а не просто одних в том виде, в каком это было для себя бытии. Значит, дискретность имеет своим принципом одно, количество одно, конечно, но это одно, мы знаем, находится в виде многих одних. И в третьих, поскольку это одно, эти одни в единице находятся с непрерывным, значит, многие одни снимаются в единое одно, как снятые, как единица. И благодаря этой единице эти многие продолжаются в одном, которые выступают как одна единая величина. Итак, одно, множество одних и единая величина, как снятые множества, но, тем не менее, единая величина предполагает, что в этой единой величине множество присутствует в снятом виде. И вот поскольку мы снова имеем одно как единую величину, снова появляется исключение, потому что одно есть соотносящиеся с собой, и это исключение выступает как отрицательное соотношение с другим нечто, то есть выступает как граница. И вот граница чего? О какой границе говорим? О границе чего? О границе дискретной величины. Но дискретная величина в то же время, как мы знаем, имеет момент неправильности тоже, и мы говорили о том, что одно есть как находящиеся с другими, одними. И вот благодаря тому, что дискретная величина в момент неправильности присутствует, то граница безразлична к определенной, вот к этой дискретной величине. И точнее говоря, определенность выходит за свою границу, вернее, величина выходит за свою границу, и за это одно и безразлична к ним, пишет Гегель. И тем самым вот та дискретная величина, за границу которой выходит, выступает как некоторая дискретная величина, то есть одна величина из многих других. Когда мы смотрим, значит, у нас поэтому дискретная величина выступает как некоторая величина, и вот обращая внимание на то, что это некоторая величина, мы тем самым подчеркиваем, что эта величина приобретает определенность и становится определенным количеством. Но точно так же и непрерывность характеризует непрерывность одних, каждый из этих одних имеет свою границу, имеет границу, и тем самым все эти одни оказываются ограниченными, это означает, что значит все одни, значит и непрерывность оказывается ограниченной. Из этого сделать можно следующее вывод, что и непрерывная величина, и дискретная величина переходят в определенное количество. Определенное количество. Значит, рассматриваем определенное количество. Количество в том виде, в каком он пристал и перед нами есть теперь определенное количество. Иначе говоря, он имеет границу, потому что вот, собственно, эта граница и делает наличное бытие, определенным наличным бытием. Но мы с вами помним, что эта граница появилась в связи с тем, что мы увидели в дискретном его принцип. Одно. Но это одно есть количество одно. Благодаря этому, значит, дискретное определенное количество, во-первых, непрерывно, оно имеет единицу. Во-вторых, оно имеет множество одних. И в-третьих, мы говорим о том, что одно есть принцип определенного количества. Мы имеем дело с одной величиной, которая исключает из себя, помните, одно исключающее. Так вот, это одно исключает из себя другое определенное количество, или другие определенные количества, точнее говоря. Тем самым мы видим, что одно как граница, это и есть соотносящая с собой граница, охватывающая, многие другие, и исключающая, иное. То есть иные определенные количества. Так вот, определенные количества, положенные таким образом, что одно, его одно, как граница, выступает как соотносящаяся с собой, охватывающая, исключающая иное, вот такое определенное количество, есть число. Есть число. Значит, обращаем на себя внимание то, как выступает эта граница в числе. Эта граница, как мы видим, это есть многообразная, потому что охватывающая многие одни. И эта граница исключает другое наличное бытие. То есть исключает другое определенное количество. Значит, эти многие одни, которые охватываются границей числа, являются численностью этого числа, одним из моментов. И в то же время, вот эта численность, это отражение множества, снятого, много в одного. А само, так сказать, равенство этих одних выражается при помощи единицы, которые тем самым тоже выступают как момент числа. Итак, численность и единица составляют моменты числа. И Гегель обращает внимание на вот своеобразие этой границы в числе. Значит, вот в качестве примера он берет, в пример, сотни. Значит, что отличает сотню или сто от, скажем, ста одного? На первый взгляд, что соты одно. Но берите из этой сотни любое другое одно. И тогда не будет этого уже, так сказать, отграничения от сто первого числа. Или от сто одного. То есть, в этом отношении никакое одно не имеет преимущества. Или, точнее говоря, сотое одно не имеет никакого преимущества перед всеми остальными. То есть, это всеохватывающие границы. А раз всеохватывающие, то мы получаем, и об этом Гегель опять пишет со всей определенностью, одну единую величину. Поэтому мы можем сказать число два, а можем сказать одна двойка, одна тройка, одна десятка, одна сотня. Это вот одна величина. Ну, и, может быть, сложнее сказать, скажем, мы не можем сказать, что одно тринадцатое, да, как одна двойка или как одна тройка. Но, тем не менее, с точки зрения способности быть единой величиной, тринадцать тоже не уступает двенадцати или десятке. И для этого обозначение того, что вот каждое из этих определенных количеств есть одно, единая величина, Гегель использует термин «нумерическое одно». Вот двенадцать – это «нумерическое одно», и тринадцать тоже «нумерическое одно». И понятно, что, благодаря границе каждой из этих чисел соотносится с другими и имеет внешность вовне себя, но точно так же, поскольку оно обладает численностью, то есть многими, то эта внешность находится и внутри него тоже. И Гегель говорит о том, что вот это противоречие числа или определенного количества составляет его качество, которое, конечно, проявляется в дальнейшем развертывании этого понятия. Ну и, как всегда, мы с вами стараемся иллюстрировать, или, точнее говоря, прилагать вот эти очень абстрактные философские категории к явлениям общественной жизни, потому что мы не философы и не математики, хотя для математиков, конечно, материал здесь очень благодатный, и в примечаниях к данному разделу Гегель приводит просто уйму очень интересного математического материала. Но я думаю, что мы можем привести и не математический материал для иллюстрации значимости такого понятия, как число и его моментов, численность и единица. Вот, например, значит, уже помните, несколько месяцев назад прозвучало очень такое резонансное заявление о том, что существует идея сократить рабочую неделю с 5 до 4 дней. Так вообще-то многие воспринялись, что речь идет о сокращении рабочей недели. А как по-другому трактовать? Если мы с вами берем в качестве численности, значит, дни недели, а единицы этой численности наступают день, то уменьшение количества дней на рабочей неделе, ну, это означает сокращение. Мы взяли такую единицу – день. Можно, например, выступить с такими предложениями? А что нам взять, да не сократить рабочий год, например? Ведь люди работают и в течение года тоже. Ну, например, сделать два нерабочих месяца и сократить рабочий год до 10 месяцев вместо 11 месяцев. Ну, если посчитать и учесть праздничные рабочие дни, возможно, на рабочих месяцах будет меньше. Ну, взять вот сегодня N рабочих месяцев, значит, N минус 1, тем самым нерабочих месяцев число увеличится, или численность увеличится на единицу. Тоже вроде хорошее предложение. А что вызывает, так сказать, у нас некоторые сомнения в перспективности, прогрессивности этой меры? А вот ту ли берем мы единицу для измерения рабочего времени, которая действительно необходима? Берем ли мы адекватную единицу? Конечно, рабочее время можно изменить и рабочими днями, и рабочими месяцами, и рабочими годами. Ну, кстати говоря, вот в свое время рабовладельцы провели очень радикальное сокращение рабочих лет. Вы знаете, что рабы работали в среднем 15-16 лет. И вот, наверное, современные работники, если вот только этим ограничатся представлением, о том, что надо использовать такую единицу для определения такого числа, то работники могут даже, наверное, обрадоваться и позавидовать, что надо же, рабы работают 15 лет, а вот современные работники в среднем работают по 40 лет. Ну, а ту ли единицу мы говорим с вами? Адекватно ли это единица для измерения рабочего времени? Нет, конечно. Адекватная единица для измерения рабочего времени – это рабочий час. И вот тогда считайте численность часов, и тогда смотрите на числа. И вот, отталкиваясь от этого, решайте, сокращается рабочее время или не сокращается. Вот если мы к этому перейдем, измерению, и к использованию такой единицы, то тогда сокращение рабочих дней до 4 нам еще ни о чем не говорит. Если вы берете и сохраняете ту же самую численность рабочих часов, то это называется сжатием рабочей недели. В этом ничего нового нет. Compressed hours – вот такой термин сжатые часы, скомпрессованные часы – это давно использованный термин за рубежом, и такой опыт есть, и опыт ничего хорошего не показал, потому что появляется масса проблем, связанных с тем, что люди на буднях теряют свободное время, а в нерабочее время не в библиотеки идут, а в магазины, а зарплата даже, если она сохраняется, значит, остается прежней, а расходы возрастают, и тогда люди даже начинают себя чувствовать хуже, и стресс возрастает. Это компресс ставится. А если мы сделаем так, что под шумок взяли до увеличения количества рабочих часов, сказали, вот, ребята, будем работать 4 дня, а что касается количества рабочих часов, ну, так сказать, по 12 часов в день, и тогда 48. Такое возможно, в принципе, возможно, и что, этому радоваться, что ли? Ну, и тогда вот, возвращаясь к жизни рабов, вот, они-то работали по 15, по 16 лет, но каждый день они работали по 14, по 16 часов, вариации зависит от времени года, иногда на них жалели лучи, но поэтому они чуть-чуть покороче работали, потому что светлое время было короче. Так вот, если они 16 часов работали, да если у них рабочая неделя была, из 7 рабочих дней, вот, 16 умножить на 7, да если никаких отпускных не было, значит, умножить на 365, ну, тогда эти 17 или 15-16 рабочих лет наполняются таким количеством рабочих часов, что современным работникам не снилось такое количество, и слава Богу, конечно. А если бы мы приняли внимание, что вот это сумасшедшее количество часов, 80-85 тысяч, втиснули, провели компрессию, сжали в 15 лет, ну, это тогда просто каторга труда, это рабский труд в полном смысле этого слова, труд на уничтожение человека, который убивал человека, ну, убивал очень быстро, к 30-ти с небольшим годом. Поэтому современные работники, конечно, ни в коем случае радоваться, так сказать, и завидовать положению рабов не могут и не будут, потому что мы, если будем применять правильную, адекватную единицу для измерения численности, так сказать, отработанного времени, а именно рабочий час, тогда мы видим, что положение рабов просто ужасающее. Ну, и вот, поскольку мы знаем теперь, что всякая численность, это численность определенной единицы, давайте очень внимательно и вдумащего относиться ко всем этим таким экспериментам, связанным к изменениям продолжительности рабочего времени, когда это изменение, так сказать, преподносится в виде таких единиц, как дни, месяцы, годы, потому что, вот я уже привел пример того, что если мы берем за единицу рабочего времени день, то тогда четыре дня внешне выглядит очень хорошо, внешне выглядит как сокращение рабочего времени, а на самом деле могут эти изменения сопровождаться или сохранением прежнего количества трансовых часов, то есть на самом деле сохранением прежней продолжительности или даже ее увеличением, что наносит ущерб положению трудящихся. И вот изучение этого опять-таки казалось бы очень далекого от общественной жизни раздела науки и логики Гегеля нам позволяет решать эти проблемы очень уверенно, очень надежно и критически относиться к тому, что может ввести в заблуждение, если мы не разбираемся в вопросе, о моментах числа, в которых есть численность и единица, то тогда, конечно, мы будем выигрывать от изучения науки и логики. Ну и это лишний раз подтверждает, что мысли о необходимости изучать науку и логики Гегеля для того, чтобы материалисты были не сражаемыми, не о сражающемся, эта мысль подтверждается при изучении, вот я бы сказал, каждого раздела, каждой страницы науки и логики. Это очень важно, и поэтому еще раз призываю всех товарищей, которые хотят быть сражающимися за интересы рабочего класса, а не сражаемыми в борьбе этой, я думаю, что, конечно, борьба не бывает без того, чтобы без поражений, но мы-то настроены на победу и на то, что враг будет победой, что враг нам уступит, что он принесет потери. Я не имею в виду буквально в смысле, а в смысле, скажем, логической борьбы. Так вот, для успеха этой борьбы призываю всех изучать науку и логики, идти с теми, кто уже этим занимается, догонять, обгонять, и мы только выиграем от этого соревнования. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok